Подводная лодка Спутники-шпионы А все потому, что здесь у меня под ногами 16 гнезд для сверхмощных ядерных ракет Только в этой программе зрители канала «Звезда» первыми спустятся на борт атомной субмарины «Владимир Мономах» Вы видели, например, как взлетает «Трава»? Своими глазами увидят главную ядерную ракету страны с расстояния вытянутой руки Вот она, сама Булават Уже через несколько минут мы покажем вам работу сварщиков специального назначения Ракетная атака! Ракетная атака! И вместе с ними погрузимся в секреты приготовления ядерного оружия в смертельно опасной безвоздушной камере Глубина 18, лодка погружается Только в этом выпуске вас ждут экстремальные испытания Мы будем поджигать корабельные шторы Крушить сверхпрочную подводную мебель Разыщем на борту настоящую русскую баню А здесь, значит, тоже на лодке веники будут И секретный винный погреб Итак, время 18.32 Поехали! Этой программой про царь лодка Телеканал «Звезда» открывает абсолютно новый цикл программ О самом современном российском оружии О людях, которые им управляют О мастерах-строителях, которые знают, как все это можно собрать И о тех специалистах, кто, имея доступ к секретным документам И за дня в день контролирует самые важные И потому самые закрытые военные проекты страны Сейчас время 17.00 Называть дату мы не имеем права Скажу главное Через 42 часа состоится день рождения вот этой великой лодки То есть тот момент, когда, наконец, будет подписан акт о передаче лодки подводникам Ну, понятно, что подводники ждут, не дождутся этого момента А строители хотят как можно быстрее сдать этот объект Так вот, между этими двумя силами стоит третья Капитан-лейтенант Михалин Алексей, кто вы? Я ведущий военпред по заказу заводской номер 10 Заказ 203 – это и есть наш мономах А военпред – это военный представитель Едва ли не единственный человек, который, заметив брак, имеет право приостановить стройку На лодке нет таких мест, где не ступала нога Михайлина И внутри, и проползал, и зачастую по-пластунски, и вниз головой А зачем так? Ну, к сожалению, есть такие труднодоступные места В которых тоже надо побывать Но не всегда получается с комфортом в них попасть За последние 4 года мономах стал для Михайлина вторым домом Он говорит, эта лодка может жить под водой, как в параллельном мире Для этого на ней есть все Атомный реактор тут едва ли не вечный Пресную воду можно добыть из морской Для добычи воздуха тоже есть технологии Автономность на корабле ограничена только запасом продуктов То есть, если набрал продуктов, на 10 лет можно 10 лет там прожить? Ну, я боюсь, что вам морально будет очень тяжело 10 лет прожить в замутном объеме Но технически лодка потянет? Да Военпред объясняет Та часть лодки, которую обычно показывают по телевизору Это только шапка мономаха Там внизу под нами 7-этажный дом Есть больница, баня, гигантский холодильник И особое помещение, которое в автономном плавании превращается в винный погреб Но самое главное Там на борту 16 ядерных ракет Та самая булава, о которой вы наверняка слышали из выпусков новостей Ракетная атака! Ракетная атака! Ракетная атака! Вы не раз слышали этот завораживающий грохот Но все, кто своими глазами видел запуск, уверяют, что живую это зрелище просто подавляет своей силой и мощью И если размеры мономаха впечатляют, еще большее впечатление Происходят размеры ядерных боеголовок, установленных на борту этой субмарины Вы видели, например, как взлетает трамвай? Размер булавы соизмерим с вагоном трамвая А вес ее больше двух вагонов вместе взятых Напоминаю, на борту мономаха 16 таких составов Каждый пуск булавы – это событие государственного масштаба Я желаю вам успехов А в будущей атомной подводной лодке Славного служения России С запуском мономаха в строй Россия окончательно стала полноценным обладателем ядерной триады Это когда ядерный щит есть и на суше И в воздухе, и под водой При этом надо помнить, что самолет можно сбить Наземный ракетный комплекс, точечно уничтожить И только подлодка способна неожиданно всплыть прямо перед носом противника Без шума с вагономаха, плюс ночь булавы Светы стали головной болью вероятного противника Об этом и говорят создатели ракеты И все решает баланс строительства Быстро обнаружить, быстро в целе указания выдать своим средствам противоракетного оборона и так далее Вот это быстро может не получиться Из-за того, что имеет определенные свойства ракета-балава Определенные свойства, то есть секреты, которые специалисты не раскрывают Есть и у подводников Все чертежи мономаха – военная тайна Кроме военпреда Михайлина полным доступом к секретам мономаха Обладает главный строитель лодки Эдуард Усов Михайлин – военный, Усов – гражданский И вот что удивительно Подводное братство – сообщество закрытое Чужих там не жалуют, особенно гражданских А вот Усов прижился и стал своим Вот вы лодки строите, а сами под воду погружались От первого до последнего дня вместе сходил Воду с кораблем и воду пили Этот обряд – как клятва Вы наверняка слышали о нем Но удивительно другое Пол-литра морской воды пьют не только моряки-подводники Но и строители субмарин Выбивают опять воды соленой Целуют куалбус, смазанную солидолом И вручают удостоверение погоднику До сдачи мономаха госкомиссии остается 36 часов Люди Усова наводят на лодке марафет Подкрашивают, убирают, докручивают Вы там покрасили на лодке? Да, конечно Смотри, молодцы В разговоре случайно выясняется Главная тайна российского подводного флота Субмарины, на которых служат мужчины Вовсю строят женщины Чем старше мужчины, тем дороже игрушки А делают и женщины При этом в поход под воду Женщин так никто и не берет Итак, мы едем на Севмаш В цех номер 55 По сути, это роддом Владимира Мономаха Человек появляется на свет через 9 месяцев Подводный атомный крейсер через 9 лет Нет, не 9, 8 8? 8 Если точность, вежливость королей То Усов в этом смысле настоящий король Объясняет, этот цех Самый большой в Европе По размерам больше Красной площади По высоте выше храма Василия Блаженного То есть это здание запросто смогло бы укрыть от дождя Весь военный парад В этот, самый большой в Европе Самый засекреченный на Севмаши цех Прежде журналистов с камерами не пускали никогда Здесь густая на каждом углу Все, что происходит вот там, внизу А именно сборка подводной лодки Из составных частей Все это ни снимать, ни показывать нельзя Тем более, что сейчас там идет сбор Одновременно трех самых современных подводных лодок И хотя показывать этот главный в стране роддом подводных лодок нельзя Рассказывать про него никто не запрещает Поэтому мы придумали такое решение Все засекреченное мы будем закрывать черными листами Значит, что мы видим там, внизу Мы видим огромную капсулу По форме она напоминает баллон для сифона Размером Это капсула с четырехэтажный дом Длиной явно больше 150 метров Сделана капсула из сверхпрочной, я бы сказал, бронеустойчивой стали Так вот, именно в этой капсуле будет жить и экипаж И, внимание, ядерные боезаряды То есть, по сути, мономах состоит из двух корпусов Один внешний, легкий И второй вот там, внутри, сверхпрочный Вот, с этого места начинается рождение корабля То есть, поступление вот такого листа к нам на завод Дальше металл нарежут, распилят, сварят Стандартные технологии Но только на Севмаше Каждый шов будущего атомного крейсера Просветит на гигантском рентгене Сегодня на заводе просвечивается Тот самый внутренний корпус подлодки Форма которого засекречена Поехали! Получается так, что у каждого шва есть свой ответственный Человек, который его варил Человек, который его варил Человек, который его гаммографировал Человек, который проверял На мономахе таких швов порядка миллиона При этом, каждый из них описан и задокументирован Надо понимать, что это нужно не только для отчета Если будет брак, найти виновника не составит труда Можно поднять документы и увидеть Как работника, который это дело варил Как и последнего ответственного, который это работника провел Эта тотальная система контроля превращает мономах В настоящую подводную крепость Которая спокойно выдерживает запуски ядерной ракеты Ведь в этот момент лодку нещадно трясет И самое главное Эти нагрузки мономах выдерживает Во время стрельбы в движении Более того И вот тут внимание Этой лодке Массивно вести стрельбу на ходу Даже из-подо льда Но и это еще не все Этот крейсер может стрелять очередями Почти как автомат Эта лодка предназначена для Пуска залпом Лодка и корабельно-ракетный комплекс Это позволяет И мы такие испытания проводили Две ракеты выходили из лодки Одна за другой С определенным интервалом За данным интервалом Вот он, тот самый залп Запуск ракеты проходит ночью При этом яркость такая, что слепит глаза И только на замедленной съемке Мы видим, что из лодки вылетает не одна А сразу две ракеты А теперь на простом, но понятном примере Попробуем объяснить главную особенность булавы И хотя по форме ракета напоминает пулю По сути своей это дрон Что я имею в виду, мы делаем всего один выстрел А до цели вылетает целая группа поражающих элементов То есть схематично полет булавы выглядит так После запуска первая ступень ракеты поднимает ее на необходимую высоту Вторая толкает в нужную сторону И дальше ракета летит, как свободно брошенное тело По баллистической траектории Другими словами, большую часть пути Она попросту падает с огромной высоты Именно поэтому ракету и называют баллистической Но булава это не обычная ракета Она обладает интеллектом Ее электронный мозг способен задать цель Для каждой ядерной боеголовки И еще к вопросу о скорости полета Уж казалось бы, пуля летит настолько быстро Что ее не видно, только ветер свистит Так вот, булава летит Семь раз быстрее пули Уникальные кадры Пуск булавы именно с нашего Мономаха Вот так выглядит ядерный удар из капитанской рубки Обратите внимание, на мостике Помимо командования все наши герои Начальник строительства УСОВ Военпред Михайлин Руководит запуском командир лодки Александр Надеждин Если у кого-то есть машина Особенно та машина, которая пришлась по душе То та машина, которая пришлась по душе Он ее, я думаю, называет не Орел, а именно Ласточка Для нас подводная лодка в каком-то смысле является машиной И вот для вас ваш корабль Ласточка? Да, это Ласточка, потому что Как минимум, потому что у нее есть Неправильно это будет назвать хвост У нее есть крылья, на которых она летает Экипаж Мономаха 107 человек Немногие знают, что на подводных лодках Два капитана и даже два личных состава Атомный крейсер это не автомобиль Который можно закрыть на ключ и уйти На нем всегда кто-то должен находиться Ведь атомный реактор глушить нельзя Подводная лодка должна быть в море Она должна выполнять поставленные задачи Технические средства должны по-штатному Вырабатывать свой установленный срок службы и ресурс И все это должно надежно обеспечивать То, для чего предназначены эти корабли До сдачи лодки остается 20 часов К этому времени команда Надеждина Осваивает новый дом Личный состав размещается по каюкам Кто-то уже успел приварить и покрасить турник Наконец моряки показывают место особой гордости Вот она, национальная особенность русской подводной лодки Баня Парились уже? Нет А здесь значит тоже на лодке веники будут? Возьмем Отлично Ни на одной инатовской подлодке вы не найдете такой Ладно подогнанной липовой вагонки Такого окошка в парилке Глядя на эту картину забываешь, что под тобой километры воды Да и вообще тут все сделано так, чтобы подводник чувствовал себя как дома Ну вот чем питаются подводники за сутки до сдачи лодки Это свиная рулька, манятный хлеб, мороженое, рыба, рыба Красная, соленая И там дальше целый склад с курятиной Мы ходим по лодке и натыкаемся на удивительное объявление Что каждому подводнику, выходящему в море, положен сверх нормы Следующий набор Бараночные изделия Шоколад, чернослив, вобла вяленая Чеснок, соус, деликатесный кетчуп, мед, икра зернистая И наконец, внимание, 100 миллилитров сухого вина Прикидываем, если на лодке служат 107 человек, это в день выходит 11 литров вина С учетом того, что лодка может уходить в автономку на 90 дней Получается, что на борту должен быть винный погреб на полторы тысячи бутылок Но где он? Военная тайна Хотя интуиция подсказывает, что в районе кухни Здесь у нас кабус Мы оборудовали здесь место для приготовления пищи Вот здесь находится пищеварочный агрегат Он состоит вот здесь Для супов, комфортных бутылок То есть, духовой шкаф Приготовлен Также имеются два холодильника специальных Ножи все раскреплены по подходному, чтобы при шторме не попадали Мы все оборудовали Серьезно До сдачи лодки осталось 18 часов К этому времени на камбузе только одна недоделка Не сняли пленку с посудомонченной машины И последний штрих здесь остается Все, в принципе Открываем Пока в Северодвинске идут последние приготовления По Дыжевскому в городе Воткинск готовят к отправке на Мономах булаву Вот один из самых засекреченных заводов нашей страны Именно здесь выпускают то, что потом многие из вас называют ядерной бомбой Но специалисты объясняют, никакая это не бомба А ракета Разница принципиальная Бомба падает, а ракета летит куда надо Но так или иначе производство начинается с того, что на завод поступают вот такие титановые заготовки Дальше эти заготовки надо обработать Кстати, обратите внимание на размер По диаметру, конечно, не трамвай, как мы говорили в начале Но все-таки впечатляет Судя по пропорциям, создателей булавы вдохновлял гений Леонардо да Винчи Похоже, легендарный ученый еще 500 лет назад предугадал размеры русской ракеты Дальше этот сваренный титановый корпус нужно вытащить с точностью домикронов То есть, чтобы вот эта поверхность была идеально ровной А вот этот круг был бы кругом, а не овалом Титан, самый легкий и самый надежный металл на планете Именно из него делают основу булавы И вот тут, казалось бы, все понятно Но перед инженерами всего мира всегда стоял один вопрос А как варить титан? Ведь при сварке на воздухе он трескается Воткинские мастера нашли неожиданное решение Построили специальные безвоздушные камеры Вот они, сварщики специального назначения Простые русские парни, которые ежедневно, реально рискуют жизнью Уют тот самый ядерный щит России Их задача погрузиться в атмосферу инертного газа Где без специального костюма просто не выжить И где любое неловкое движение может стать последним Именно поэтому за каждым из сварщиков постоянно следит ассистент Который находится на связи Через шлюзовую камеру они попадают в главный отсек Где сегодня им предстоит сварить то, из чего позже соберут ядерную ракету Прежде сюда никогда не пускали журналистов Исключение сделали только для военной приемки В такой ситуации, как и положено на любом сверхсекретном заводе мира За каждым нашим шагом следят люди в погонах Ведь на этих изделиях любая деталь – объект пристального внимания Это святая святых В этих ячейках хранится документация на балаву Не вся, кое-что находится в действительно закрытых хранилищах Но тем не менее сюда посторонних даже близко не подпускается Зато рядом есть дверь, куда посторонний вход разрешен Вот здесь, за этими воротами запчасти будущей ядерной ракеты Давайте посмотрим, что находится в этих ящиках Ну вот, например, один Второй Обратите внимание, в виде заготовок никаких секретов нет Какие-то стальные, алюминиевые, металлические чушки Все они потом станут частью Частью чего договорить нам не дали, мы и так рассказали слишком много И все же, в конце концов, нам показали главное то, ради чего мы и ездили в Воткинск Вот в этом железнодорожном вагоне уже в ближайшее время балаву повезут на Северный флот И вот тут, внимание, вот она, сама балава Вот так выглядит ракета с расстояния вытянутой руки Хотя нас предупреждали, что внешний вид самой ракеты до сих пор остается государственной тайной Нам покажут только тот контейнер, в котором ракету загрузят в подводную лодку Тем не менее, так близко к ядерным секретам страны журналистов прежде не допускали Это повышает существенную безопасность эксплуатации Нету непредвиденных воздействий на ракету И во время старта, значит, она выходит именно из транспортно-пусковой контейнера Надо сказать, что балава тяжело шла в строй Были проблемы, неполадки 13-й запуск ракеты в Европе окрестили норвежским чудом Вот так художественно выглядит на небе неудачный пуск Эксперты говорят, что проблемы булавы – это проблемы контроля Так совпало, что вместе с испытаниями ракеты в стране шло сокращение числа военпредов Сейчас эти сокращения закончились, Мономаху в этом смысле повезло Корабль носит имя великого полководца и государственного деятеля Великого князя Владимира Мономаха Который всю жизнь посвятил борьбой между усобицей и укреплением России Сегодня это также актуально и важно Я надеюсь, что этого корабля будет счастливая жизнь Эти кадры были сняты в исторический для Мономаха день Вывод из цеха Следующие знаковые события – спуск на воду и первые стрельбы В этот день по традиции командиру Овки вручают поросенка Блюдо передает гендиректор Севмашин Это он сейчас главный строитель всего подводного плота России Сколько человек работает у вас на предприятии? На сегодняшний день больше 23 тысяч В средних городах? Приличного, да, города Странные ощущения Мы едем по территории завода, а за окном мелькают то поезда, то подводные лодки, то корабли Севмаш – самый большой судостроительный завод в Европе Это тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Построен в Санкт-Петербурге, третий в своей серии Приведен на Севмаш на глубокую модернизацию и ремонт Контракт с Минобороны подписан в 2013 году Сейчас корабль после выполненной подготовки поставлен на твердое основание Здесь он будет два года находиться В 2017 году будет сдан флот Это будет самый большой атомный ракетный крейсер в мире Именно в Северодвинске Советский Союз побил все подводные рекорды Севмаш построил 132 атомные подводные лодки Ни одна верфь в мире не построила столько подводных кораблей Здесь сошли со стапеля самая большая подводная лодка в мире Самая быстрая в мире И самая глубоководная военная субмарина, построенная человечеством Чисто по-человечески тяжело держать в кулаке такое хозяйство Ну, как бы мне нравится К этому надо привыкнуть Этому надо отдать всю жизнь, чтобы это получалось, конечно После трагедии Курска, помимо рекордов, строителей подводного флота Как-то по-особенному стал волновать вопрос безопасности экипажа в случае ЧП У Мономаха и этот вопрос продуман Вот эта огромная коническая конструкция По сути, последняя надежда на спасение в нештатной ситуации Называется ВСК Всплывающая спасательная камера По сути, это подводная лодка Внутри подводной лодки С той лишь разницей, что здесь вообще нет двигателя Это поплавок Поплавок Узкий, тесный и даже угловатый Кажется, что в нем вообще нет места Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что Изнутри поплавок пятиэтажный И рассчитан он на всю команду Причем тут, как в театре У каждого моряка свое кресло На Мономахе этих кресел 107 Со стороны аварийное спасение выглядит так Отстрелившись от лодки, поплавок с людьми всплывает на поверхность И дрейфует туда, куда несут его волны и ветер В это время сидящие на верхнем этаже Крутят рукоятку вентиляции И все вместе, запертые в ледяном стакане Моряки ждут помощи В этой ситуации тесная посадка Это только плюс Хоть так согреешься Второй плюс наличие аварийной провизии Каждому моряку полагается запас пресной воды Из расчета 500 мл на сутки И сухпайок Состав Пшеничная мука, сахар, растительный жир Очевидно, что это какая-то калорийная вещь И колоритная, но по вкусу Типа халвы, только из сала Правда, такой привкус мяса И сахара одновременно Эта халва напоминает смесь сала с сахаром Но вкусно Кроме еды и воды, за каждым креслом Заранее собран набор теплой шерстяной одежды Настоящее термобелье Подводное Свитер Ритузы шерстяные Очень теплые Понятно, что за бортом холодная морская вода Это перчатки Шапка Пожалуйста И две пары носков Написано, между прочим, что эти носки Прогулочные гольфы из верблюжьей шерсти Интересно, где в них прогуливаться На службе в подводном флоте сейчас вообще нет срочников Поэтому все моряки, попавшие на Мономах Уже прошли курс обязательной подготовки Кроме аварийной капсулы Это борьба с пробоинами Тушение пожара Ну и, конечно же, покидание корабля через торпедный отсек Не все знают, что испытания на огонь проходят не только люди Но даже шторы и мебель Вот из таких панелей сделана вся мебель на Мономахе Ну, во-первых, она легкая, пенопластовая Не тонет Во-вторых, достаточно прочная Но самое главное Эта панель не горит Итак, мы в рабочую эксперименской температуре 2000 градусов В пламе, которая свободно режет металл Сейчас подоправим на нашу подводную панель Если не сгораемый пластик еще можно представить То не горящий пенопласт явление удивительное Человек с газовой горелки просит Для остановить эксперимент Но нет Сжигать, так сжигать А еще раз Поднимите Давайте еще чуть-чуть Поднимайте Еще раз Поднимите, пожалуйста Наша мебель будет стоять Люди уже могут погибнуть А мебель будет стоять Этот тезис про то, что человек погибнет, а мебель будет жить Вполне соответствует правде Мебель из пенопласта и в самом деле суперпрочная Получается, главное достоинство в том, что... Он довольно-таки прочный Испытывается на 75G При том, что человек держит до 9G То есть мебель гораздо больше выдерживает Нагрузки А если пообъяснуть на этой двери? Давайте их пробуем Крепко, вот я не понимаю, почему Обычную мебель не выпускают А говорят, что наши сделки еще не могут Но это еще не все Это не все, да? После экспериментов с дверью Выясняется, что даже эта сверхпрочная мебель Для подводников в прошлый век Нам показывают образцы ящиков Которые появятся на лодках пятого поколения Вот, например, опытный образец Но вот здесь хочется обратить внимание на то, что Вот этот замочек, он не торчит То есть если что Не зацепится и... да... уже более такая... Все... Голова защищенная мебель Голова защищенная, точно так И все-таки вернемся к опытам с поджиганием Пол беды, что на подлодке мебель не горючая Так там еще и шторы не горят Давайте попробуем применить газовую горелку Для испытаний этой ткани Все бесполезно Синтетика скручивается, плавится, но не горит Более того, любая ткань, которая будет использована на мономате Будь ли какой-нибудь чехол или скатерть Проходит процедуру пропитки Даже брезент тут специальный, подводный И ткани, и шторы, и брезентовые чеклы Все это шли тут же, на Севмаше Здесь же выкроили и сшили тот самый флаг Который поняли на флаг штуки Владимира Мономака Все, дело сделано После восьми лет жизни в Доке Царь-лодка наконец встала в строй С этого момента военпред Михайлин И главный строитель Усов уйдут в отпуск Последний раз они отдыхали в позапрошлом году У командира лодки Надеждина Наоборот, все только начинается Немногие знают, что знаменитая царь-пушка в Кремле Занесена в Книгу рекордов Гиннеса Как пушка самого большого калибра В истории человечества Я помню, как мне школьник и экскурсовод С гордостью рассказывала, что она Никогда не стреляла Это не так Царь-пушка никогда не стреляла в бою Современные исследования показали, что испытание Она прошла успешно Того же хотелось бы пожелать и Владимиру Мономаху Оставаясь одной из самых опасных субмарин мира Ей хватило бы одного своего грозного вида Для того, чтобы отбить врага всякое желание Испытать на себе мощь и силу русского оружия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok